Рэйли – это полуостров на юге Таиланда, вдоль западного побережья и расположен в провинции Краби, в 15 километрах к юго-западу от столицы провинции города Краби Таун и всего в 10-15 минут на лодке от пляжа Аонанг. Я предлагаю вам прогуляться по восточному пляжу. Восточный пляж, в отличие от западного, некупабельный, используется для технических целей. Там растут мангровые деревья и листое дно и очень сильно ощутимы приливы и отливы. Мы попали на Рэйли первые дни после полнолуния и в связи с этим на максимальные приливы и отливы. Максимальный прилив на конец октября приходился примерно на 11-12 часов дня. В это время море на восточном пляже подходило практически к бетонной дорожке вдоль восточного побережья, а утром и вечером море отходило примерно метров на 300 от берега. И в это время, то сильнее, то меньше, ощущался гнилостный запах. Прибывающие во время отлива на восточный пляж люди добираются до берега либо по выложенной по дну бетонной дорожке, либо на забавном тракторе с прицепом, а еще на восточном пляже очень красивые рассветы. Вот сейчас очень хорошо видно, как поставляются продукты, вода и другие товары на остров, на тракторах, так как лодки не могут подойти близко к берегу. На Рельи большинство людей едет на один день, чтобы быстро осмотреть полуостров, поваляться на пляже, перекусить в кафе и до захода солнца вернуться на большую землю в отеле на побережье Краби. Однако, так делают далеко не все. Если вы любите позависать на красивой природе, то обязательно переночуйте здесь хотя бы раз, и тогда утром вы сможете наблюдать потрясающий по красоте рассвет. Лучше выбрать для этого один из отелей на пляже Рельи Ист, практически в полном одиночестве, ведь на ночь мало кто остается на полуострове. Мангровые деревья уникальны тем, что это единственный вид деревьев, который приспособился к жизни в соленой воде. Необычные корни мангровых деревьев создают условия для накопления ила, в котором живут рыбы, змеи, ракообразные и прочая фауна, причем корни защищают их от волн. Отливы на Рельи Ист тоже очень сильные. Цены на номер в отелях на Рельи, конечно, повыше, чем в отелях на пляже Аонанг или в других отелях Краби. Однако не такие высокие, как на самых популярных в Таиландах островах Пхи-Пхи, поэтому на 1-2 дня вполне можно задержаться на Рельи. Это в целом не сильно повлияет на весь бюджет поездки в Таиланд. Субтитры создавал DimaTorzok Народ, особенно новички, ходят по острову просто с раскрытыми ртами. К тому же, помимо горной и растительной красоты, там частенько поджидает сюрприз в виде встречи с обезьянами, которых там живет два вида. Одна из колоний – зеленые мартышки, настырные и нагловатые, привыкшие выпрашивать, а иногда и отнимать еду, и воровать на пляже то, что плохо лежит. А вторая колония – это очень симпатичные, независимые, гордые черные обезьяны с белыми очками вокруг глаз лангуры. Только надо по возможности следить за оставленными на пляже вещами, так как наглые мартышки частенько появляются там с целью добыть чего-нибудь съестного, и тогда они уже не останавливаются ни перед закрытыми сумками, ни перед спрятанными пакетами, везде залезут, все распотрошат, проверят на зуб, еду стащат, и как бутылки с жидкостью, они уже привычно открывают их и выпивают содержимое. Субтитры делал DimaTorzok На этом наше путешествие не заканчивается. Надеюсь, мое видео поможет правильно спланировать ваш отдых, и вы выберете прекрасную страну Таиланд. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго! До новых встреч!